Доброе утро, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс на канале Инста Форекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. Во вторник на протяжении всего торгового дня доллар США продолжал уступать своим основным конкурентам. Так, к примеру, вчера американский доллар упал до одномесячного минимума против своего канадского конкурента. Несмотря на позитивный настрой главы Форекс Джанет Йеллен, которая в понедельник на своем выступлении намекнула на возможность ужесточения монетарной политики Федрезерва. Однако оттепель трейдерского настроя произошла позже, что привело к росту американца против своего соседа. Господствующая мировая валюта продемонстрировала рост против канадского доллара после снижения накануне. Оторвавшись от дневного минимума, пара USDCAD торговалась вблизи отметки 1,2810. Оказать поддержку канадцу не смогла и растущая в цене нефть. На движение пары повлияла публикация показателя по деловой активности в стране кленового листа. Отчет огорчил трейдеров, так как индекс продемонстрировал гораздо меньшее значение, нежели прогнозировал рынок. Данные указали на сокращение производства. Согласно официальному отчету, подготовленному Институтом статистики Канады, деловая активность в мае в стране снизилась до 49,4 базисных пункта, с апрельского роста в 53,1 пункта. Рынок не ожидал подобного результата, так как аналитики прогнозировали рост индикатора до 51,5 базисных пункта. Валютные стратеги предполагают, что ситуация может измениться уже сегодня. Трейдеры ждут публикацию данных относительно состояния строительного сектора Канады. Канады